Я являюсь врачом по рентген-эндоваскулярном диагностике и лечению неурологом. И в нашей клинике мы занимаемся активно лечением хирургическим, в том числе больных, у которых есть метастатические проявления рака почки в печени. Сразу предостерегаю вас о том, что я не покажу колоссального опыта, потому что больные с так называемым олигометастатическим поражением печени встречаются достаточно редко, нечасто. И плюс к этому, скажем так, хирурги большие, открытые лапароскопические техники сегодня также присутствуют в нашей клинике. Но, тем не менее, вводная буквально минута о том, что первичной диагностики метастазы выявляются, вы знаете об этом прекрасно, 20-30% больных, ну и до 50% прогрессирования заболевания диагностируют в различные сроки в виде появления новых очагов. Печень при этом поражается в 40% случаев, до 40% случаев. И, в принципе, считается одной из типичных локализаций. Ну и есть ряд работ, которые говорят о том, что если выявляются уже метастазы в печени у больного, то медиана выживаемости не превышает 14 месяцев. Значит, что говорят нам рекомендации НССН? Они говорят о том, что методы локальной деструкции, так же, как и метастазэктомия, так же, как и методы стереотоксической лучевой терапии, да, применяются у этих больных с четвертой стадии заболевания и применяются как и с светлоклеточным почечноклеточным раком, так и несветлоклеточным, и как при первичном лечении, так и при рецидиве. И являются, в принципе, той опцией, которая должна быть рассмотрена помимо клинических исследований. В рекомендациях российских также указано о том, что удаление местных рецидивов и метастазов должно производиться хирургическим путем. Способ не указан. Может быть и мини-инвазивный, может быть и хирургический способ. Но действительно, такие больные показывают улучшенные результаты отдаленной выживаемости. Что касается нашей практики. Значит, всем больным, у которых имеются метастазы рака почки в печени, мы проводим первым этапом обязательно скрининг, диагностику и обязательно биопсию. Потому что, когда мы говорим о печени, мы можем столкнуться с вами и с первичными, и метастатическими опухолями разных локализаций. Обязательно сдача маркеров. И если у нас с вами есть подозрения на отдаленные проявления заболевания, кроме почки и печени, тогда невозможно выполнение ПЭТ-КТ с тропными препаратами. Вот теперь, что касается методик вообще энергетической абляции. В умах хирургов в целом все говорят только о радиочастотной абляции. Ну и урологи говорят о том, что существует криоабляция. На самом деле нет. Методик достаточно большое количество, и они делятся на термические и нетермические. Самыми перспективными из них на сегодняшний день являются методики микроволновой и криоабляции. Почему? Потому что именно эти методики, в отличие от всех других представленных, позволяют обеспечить нам воздействие на узел больше 3 см. О том, о чем говорил Константин, они берут опухоли меньше 3 см, либо 3 см. Но современные аппараты для криодеструкции позволяют имплантировать до 20 антенн, то есть брать опухоли до 8 см. Это касается печени. Также эти методики, в отличие от методик радиочастотной абляции, они не зависят от теплового импеданса и не зависят от проводимости тканей. Поэтому вы можете проводить, в принципе, абляцию в любых органах, скажем так. Ну и вот сравнивая методики между собой, перспективными являются микроволновая и криоабляция, потому что они, скажем так, сопреждаются как раз-таки меньшим количеством осложнений. Значит, у нас как выглядит методика криоабляции, микроволновой абляции и других видов абляции в целом? Мы не проводим методики под КТ-диагностикой, мы проводим все методики в рентгеноперационной. То есть вы видите на экране справа, это ангиографический комплекс, который обладает в своем составе методикой проведения плоскодетекторной томографии. Что это такое, я покажу дальше. Все больные у нас находятся в своем коечном фонде, то есть лежат в отделениями инвазивных технологий. И обязательно используются аппараты экспертного класса для ультразвуковой навигации с функцией МРФ-южена и КТФ-южена. Ну и также вот последнего поколения установки для крио- и микроволновой абляции. Значит, что такое плоскодетекторная компьютерная томография? Как мы делаем абляцию метастаза в печени, ну и также первичного рака почек? Значит, первым этапом мы выполняем диагностическую артерию гепатикографию для определения сосудистой анатомии гепатопанкреата, диоденальной зоны и выявления чугов печени. После того, как мы закатетеризируем сосуд, питающий печень до основной печеночной артерии, следующим этапом мы выполняем ПДКТ. ПДКТ выглядит следующим образом. Дуга в регеноперационной непосредственно при прямом контрастировании, при введении контраста в печень, делает оборот вокруг тела человека. И мы с вами получаем высокоразрешающее КТ, которое позволяет нам визуализировать опухолевый очаг, как представлено на экране. Зачем нам это надо? Потому что под контролем ПДКТ и УЗИ мы производим непосредственно имплантацию либо криозондов, либо антенн, если мы говорим о микроволновой абляции, и дальше повторно производим ту же самую плоскодетекторную компьютерную томографию для понимания и четкого позиционирования антенн. Константин это делает под КТ, нам не надо ввести пациента никуда, мы делаем это у себя в рентгеноперационной. После того, как производится таргетирование, при криоабляции производится тест антенн, обязательно для того, чтобы понимать, что нет утечки газов, что мы не надуем пациента аргоном или гелием, в последующем происходит уже сеанс криозаморозки с обязательным ультразвуковым контролем и образованием того самого ледяного шара, который показывал предыдущий докладчик. Дальше, зачем нам это надо? Во время криоабляции мы также проводим мониторинг и видим тот самый криошар на левом снимке, который окутывает периферию опухоли, и, как уже говорили, край абляции должен быть 0,5 мм, либо 1 см. А вот справа вы уже видите фазу интерстициальную, когда инструмент полностью извлечен. Что она нам показывает? Она нам показывает гиповаскулярный опухолевый очаг, а по периферии вы видите зону гиперконтрастирования. Это как раз та зона реперфузионных изменений здоровой ткани, которая говорит нам о том, что если мы выполнили процедуру правильно, то рецидив не наступит. Как я уже сказал, при криоабляции, при метастатических опухолях нам важен с вами диаметр опухоли, и он может быть до 8 см, причем хорошая визуализация была достаточно хорошо сегодня продемонстрирована. Ну и криоабляция при печени, она обладает меньшим термическим воздействием, в отличие от РЧА, МВА. И если у вас есть рядом кишка, желчный пузырь, либо брюшная стенка, то вы можете смело проводить эту процедуру, потому что травмы смежного органа у вас не наступят. Единственным недостатком относится по-прежнему высокая цена аппликаторов в России и высокий риск кровотечения. Почему? Я сейчас вам покажу. Ну и действительно, процедура проводится долго, потому что мы проводим два сеанса криоза морозки по 15 минут с промежутком 10. Это занимает час. В этом плане микроволновая абляция более быстрая методика. Здесь с помощью тепла, который генерирует антенна, производится термическое воздействие в зону опухолевого очага. Так мы имплантируем антенну, так мы контролируем сам процесс абляции. И вы видите, какая зона образования газа получается во время процедуры. К сожалению, этот газ начинает распространяться в поле нашего зрения и мешает нам визуализировать уже, скажем так, аблютивную зону. Поэтому если вы не выполняете ПДКТ, а мы все процедуры делаем под ПДКТ, вы не поймете, правильно вы сделали абляцию или нет, сожгли вы очаг или нет. Поэтому ранее показанный мой ПДКТ тоже обязательно выполняется. Ну и после абляции, видите, никаких следов на теле человека не остается. Но при этом преимуществом основной микроволновой абляции, в отличие от КРИО, является то, что процесс сжигания опухоли не зависит от импеданса и не зависит от сосудов. Неважно, есть сосуд, рядом нет, просто будет все сожжено и превращено в уголек. От опухолевой ткани, соответственно, ничего не останется, и тот опухолевой струб, который будет, он будет рассасываться в течение длительного времени. К недостаткам, конечно же, в результате своего такого агрессивного воздействия мы относим возможность повреждения смежных органов. Ну вот, как пример, позвольте продемонстрировать метастатическое поражение у пациентки с одной почкой печени. Вы видите большой достаточно узел 4 см правой доли в проекте 7-6 сегментов, которая была отказана в хирургическом лечении по соматической патологии. Ну и вот мы как раз ей провели ту самую криодеструкцию под ПДКТ-контролем. Визуализация очага под ПДКТ под ангиографией, имплантация игл, причем видно уже образование ледяного шара больше, чем сам опухолевый очаг, и в последующем вы видите ту самую реперфузионную фазу, где видно, что вот эта реперфузия вокруг опухолевого очага достигает ободка от 0,5 до 1 см. При этом, да, видно, что очаг контактирует с брюшной стенкой, но это никак не сказывается ни на болевых ощущениях, ни на послеоперационном периоде. Почему важно выполнять вот такой ангиографический контроль? Да вот почему. Потому что кривоабляция, как и Константин говорил, как и в литературе описано, характеризуется повышенным числом кровотечений. Вот здесь как раз мы видим после процедуры образование сосудистого свища, да. Ну, к нам повезло, в данном случае после 20 минут мы видим, что свищ закрылся. Но если бы свищ не закрылся, мы имеем сразу возможность непосредственно в операционной выполнить эмболизацию, тем самым предотвратив развитие кровотечения. Ну и вот исследование этой же пациентки через один месяц, когда мы видим полный комплит-респонс, ПМ-рецист, когда вместо вот того самого ледяного шара образуется вот такая большая полость некроза. Причем эта полость некроза в течение года рассосется, и в принципе в этой зоне останется рубец. Как я уже сказал в самом начале, на самом деле количество больных небольшое, и у нас в онкологическом центре была защищена диссертационная работа сотрудника моего отделения Ильей Сергеевичем Проскуряковым, который осветил 20-летний опыт вообще проведения хирургических всех вмешательств у больных с опухолями почки и метастазами в печени. В исследование включили 5 больных, которым была выполнена РЧА. На сегодняшний день мы за этот год уже выполнили 40 процедур первичных метастатических опухолей печени. Из них рак почки встретился всего лишь в трех раз. Поэтому статистика какая есть, она скудная, но я опять же повторюсь, в мировой литературе опыт описан также скудно, и найти какие-то крупные исследования, больше 10 пациентов мне не удалось. Но что интересно, что в принципе все больные имели как синхронный, так и метахронный характер. Действительно был длительный срок наблюдения после выявления первичного ОЧА около 20 месяцев. Ну и вот что интересно, все-таки медиана общей выживаемости вообще в целом когорты больных, которых была подвергнута радикальному хирургическому воздействию, пятилетняя выживаемость составила 62 месяца. Притом те больные, которые получили атипичную резекцию, либо локальную деструкцию, а из этих пяти случаев удалось добиться полного ответа ПМ-рециск, медиана пятилетней выживаемости также составила 68 месяцев. Ну и завершая свое выступление, скажу, что значимыми факторами в работе оказались как раз-таки интероперационные осложнения, которые привели как раз к уменьшению выживаемости, что нивелируется, в принципе, у тех больных, которым может быть выполнена локальная деструкция. Ну и все-таки методики локальной деструкции – это методики радикального воздействия, и они должны быть на сегодня в арсенале клиники, кто занимается гепатобилиарной и почечной хирургией. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.